Микс Ньюс Утро на Болткоме Да, еще раз доброе утро. Вот завершающая часть нашего Утро на Болткоме. Сегодня у нас два гостя. В студии это программист, участник проекта OpenStreetMap Марат Кашоев. Доброе утро. Доброе утро. Марат. И у нас уже знакомый гость, основатель и руководитель компании VeloCourjers Олег Столяров. Здравствуйте, Олег. Да, но в первую очередь OpenStreetMap. Марат, вы программист этого ресурса, этой платформы, которая тоже стала такой народной. Уже за эфиром с Википедией сравнили. Расскажите в двух словах тем, кто не знает, и по каким параметрам ее можно с Википедией сравнить в частности. Да, как вы уже правильно назвали, это такой некий аналог Википедии, только связанный с картами. То есть, любой желающий, имея какое-то минимальное знание о своей местности или о каком-то месте, где он путешествует, может спокойно, так же, как в Википедии, статью создать, так же он может сменить какие-то дороги на карте. Ну, в чем преимущество, скажем, OpenStreetMap? Большинство, наверное, не секрет, пользуются Google Maps. Это просто ужас. Это тоже более чем народный ресурс, который на автомате, если тебе нужно что-то посмотреть, ты его используешь. И я его использую так же, да. Да-да-да, но в чем разница, в чем преимущество, например, OpenStreetMap? Да, разница в том, что, ну, для меня, в том, что есть такие места, которые в Google Maps довольно плохо отрисованы, и просто там какое-то белое пятно. Ну, и ты приезжаешь там, знаешь, что, допустим, здесь какие-то есть лесные тропы, по которым можно погулять или покататься, а на карте Google их нету просто. А OpenStreetMap позволяет тебе эти данные добавить или, если кто-то уже добавил, просто использовать себя в телефоне? Ну, то есть, как я понимаю, если Google Maps в большей степени, хотя, наверное, разработчики Google Maps не согласятся, он в большей степени удобен для автомобилистов, а для всякого специфического рода путешественников-туристов он уже немножко может так давать какие-то сбои и быть не очень удобным, да? Да, да, наверное. Ну, хотя данные OpenStreetMap, я думаю, также активно могут использоваться и для автомобилистов. Это просто вопрос в том, кто их будет, ну, и как использовать, через какой софт в телефоне и так далее. Потому что те же, допустим, есть, как это сказать, аппликации для телефона, как MapsME или Osmond, они также предоставляют возможности навигации для автомобилистов по этим картам, по этим данным. Олег, ну, вы, будучи велокурьером в СИА-Латвии, используете OpenStreetMap? Да, да, ну... И что можете сказать об этой платформе? Потому что OpenStreet нам больше нравится веб-безинтернетный. Это самое главное. Оффлайн? Да, если у вас пропал интернет или... Что, в принципе, может быть, пока вы на велосипеде... Довольно часто. В лицо, например. Да, и вторая тема, что если слабая зона, вот зона слабая, да, тогда уже Google не будет работать, и вы будете терять там 3-4 минуты уже пока он закачается и так далее, и так далее. И OpenStreet позволяет пользоваться сразу, понимаете, и нет интернета, у вас все равно есть эта карточка. И вторая вещь, что это позволяет очень оперативно вестись. Например, вы живете где-то в Гандове, да, вы ввели данные в эту карту, она появляется. То есть любой человек может нарисовать, любой человек может оставить информацию, да. А в Google она контролируется. Вы можете в Baltic Maps тоже послать информацию, послать информацию, пока не исправят, и так далее, и так далее. А здесь ты можешь убрать и можешь поставить. И вот этот смысл Викпедии, он очень-очень, он более... Ну, если бы нам не нужна была Викпедия, если бы, как бы, она нужна, потому что любой человек... Это вот верховная демократия, демократия, во-первых, для народа. Какое-то модерирование все-таки должно происходить, иначе там просто будет всего чего, и каждый сможет исправлять, и станет исправлять... Вы знаете, вот это иллюзия. ...в его блага. Иллюзия того, что обязательно люди должны быть плохие, обязательно люди на благо что-то натворят. Это такая вот психология людская плохая, потому что из десяти человек, которые будут рисовать, один ошибется. Ну, везде, в любом рабочем месте, где вы только бы не были, из десяти человек один человек будет работать не так. Или он плохо работает на работе, или плохой учитель. Но это один из десяти. Девять работают превосходно. И это в любой теме. Возвольте, кругом, да. Ошибка в Гугле будет. Будет. Сто процентов будет. И Янис, это будет ошибка. Но это будет одна из девяти. А девять будет прекрасно. Но если говорить, там, велосипеды мы, конечно, берем, но не только, и брать эти карты OpenStreetMap, и применять их к Латвии, конкретно к Риге, то насколько мы имеем какой-то вот качественный союз, скажем так, карты и города. Потому что, если говорить про велосипеды, мой опыт говорит мне, что нет особенного смысла смотреть именно велосипедные маршруты. Ты можешь смотреть просто пешеходные маршруты. Они особенно ничем не отличаются. Видимо, потому что у нас не так еще развита инфраструктура, чтобы ты увидел какие-то очень, да, такие отдельные велосипедные маршруты, которые будут отличаться от пешеходных. Или это не так, как вам кажется? Олег, Марат. Вот, Марат. Да. Ну, когда я планирую свои какие-то маршруты, я смотрю и вело, и пешеходные, сравниваю, как он, ну, что мне предлагает. Конкретно, допустим, вот, Осмонд я пользуюсь аппликацией, как я понял, она смотрит тоже как по каким-то своим алгоритмам дороги с какой-то большей скоростью или так далее. То есть, избегает какие-то другие дороги, которые, наоборот, она предлагает для пешеходов. В Риге тоже так? В Риге тоже так, да. И я потом сравниваю, ну, как бы стоит мне ехать по тому веломаршруту, который она мне предлагает, там делать крюк какой-то, или я могу воспользоваться пешеходным, срезать, доехать быстрее. А что касается OpenStreet, вот, от чего зависит вот обновление всего этой программы? Обновление? Получается так, есть своя база данных, есть редакторы, ну, как... Да. Через которые люди добавляют данные в эту базу данных, и потом уже в зависимости от конкретной аппликации, они уже сами там как-то раз, не знаю, там, неделю, раз в месяц выкачивают эти данные, свежие, последние, иногда, я не знаю, как-то их переделывают под себя. То есть, если какой-то ремонт дороги, то будете знать, условно говоря, да, если все закрыли? С этим, мне кажется, там сложно, вот, такого, таких актуальных... Нет, ну, если это, как бы, долгосрочный ремонт дороги, который там, как бы, островной мост, который на год или больше, это, скорее всего, там, через месяц будет видно, и, как бы, ну... А если краткосрочно где-то переговорили? Если краткосрочно, это, да, ну, как бы, это не, мне кажется, не задача OpenStreetMap. Там, конкретно, показывать такие вот какие-то ограничения. А вот есть же популярное приложение среди велосипедистов, их несколько, но вот есть Strava, да, одно из приложений. В нем есть такая полезная функция, что ты можешь видеть чистоту, насколько часто ездят по конкретной дороге велосипедисты. И понятно, что когда речь идет о такой центральной магистрали, это не важно, ты сам знаешь, но если ты хочешь увидеть какие-то нестандартные, да, пути через там лес, например, ты видишь, что там красненькая дорожка, ты понимаешь, что люди там ездят, значит, ты делаешь вывод, что там можно проехать. Вот такие вещи и вообще еще каких-то таких вот лайфхак в функциях, которые доступны, может быть, в том же OpenStreetMap, ты можешь сказать. Да, вот про Strava хотелось бы отметить отдельно, да, мне нравится, я тоже ей пользуюсь для своих велопоездок и загружаю после поездки, соответственно, данные туда и разрешаю использовать их вот для того, чтобы вы объяснили, подсвечивается путь, где народ ездит больше, и эти же данные Strava разрешает использовать OpenStreetMap для того, чтобы потом по ним отрисовать какие-то дороги, которых там не было, допустим. А, то есть, передается просто информация, получается, да? Ну, Strava есть отдельно, да, как это, ну, не снимки со спутника, а отдельно такой слой, где видно как раз вот эти данные, ну, дорог, по которым ездят велосипедисты или там бегают спортсмены, и по ним уже можно отрисовать. Ну, а тут была, допустим, некая такая проблемка у меня в прошлый раз около Тервоты, я увидел, что по Strava там такая, как это, проезжая дорога очень активная, решил проложить маршрут там, но на самом деле, мне кажется, это были какие-то данные с соревнований каких-то местных, и, соответственно, там было много велосипедистов, они проехали, а вот соревнования закончились, я поехал уже через год, там уже заросшая дорога, еле проехал. Ну, бывает такое. Но если вы еще говорите вот о той информации, которую можно считать, и полезно это будет для велосипедистов, помимо, собственно, дороги, да, она доступна на любых картах, я так понимаю, что, например, перепад высот важен для велосипедиста, потому что, понятно, какая высота, какой градус дороги, так тебе придется использовать свою энергию. Или рельеф, кстати, тоже, ну, ты не всегда можешь увидеть, какая дорога асфальтирована или нет, или даже ближайшая мастерская иногда бывает полезно увидеть на карте, или как-то вот обозначить. Какие еще вещи можете отметить, и какие важны, на что стоит обратить внимание? Олег, тоже можете. Ну, я вообще пользуюсь всегда 3-4 аппликации. Я обязательно, я смотрю OpenStreet, потом я смотрю Maps.me, потом я залезаю в Google, потом я залезаю в Baltic Maps, все это складываю. И что вы там, вот, какую информацию разную считаете? Да, разные информации, складываю на этот маршрут, минут 5 сижу, вот именно, разные аппликации, и тогда я уже сам выстраиваю, куда я поеду, как поеду и как, потому что пользоваться только одной, ну, нельзя, ну, и это очень нормально, потому что информация, поэтому я бы, ну, никому, вот, велосипедистам бы не советовал, вот, 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 OpenStreetMap, вот, там, это все, вариантов нету, да. А какую информацию вот еще, можно сказать, что вы еще смотрите еще? Ну, вы очень профессионально, да, вы уже так профессионально, сами сказали, да, велосипедисты, уже практически все обозначили, что и как, и... Ну, я очень вам, как это, да. Да, и как велосипедисты, мы друг друга тут очень хорошо понимаем, да, сразу. Ну, мне кажется, информации больше не надо, вполне хватает, главное, ну, обработать эту информацию, уметь обрабатывать и все, и если мы говорим о... Почему мы вернулись вообще к OpenStreet, то мы можем говорить о проблемах OpenStreet, например, я думаю, что наша проблема то, что очень мало о нем знают, очень мало с ним работают, и, да, если мы, например, берем, я вот ездил, в Белоруссию ездил, вот это вообще OpenStreet отработан там до такого уровня, что вот, ну, лучше бы карты. Вот когда я, например, сравниваю, еду в Белоруссию, вот там я в Минске был, в Лидии, в город... Ну, там этот OpenStreet сделан до такого уровня, что вообще, думаешь, ну, это люди, фантастика, как там, каждая кофеюшка, каждый перекресток, все-все сделано. Вот в Гугле нет, а в Латвии немножко мы отстаем, если брать маленькие городки, вот наши маленькие городки, там, я по Риге не буду говорить, вот именно по маленьким городкам, ну, не хватает информации. А вот если что касается Риги, все-таки, вот как ни странно, даже вот для рижан, есть какие-то улицы, о существовании которых, ну, может быть, таксисты знают, да, но большинство, даже иногда бывает, что ты живешь вроде в этом районе, ну, какая-то улочка там маленькая, на два дома, да, с этим у OpenStreet нет никаких проблем, да? Это зависит, наверное, от людей, которые живут в этом районе, например, в том районе, где живу я, я всегда сравниваю данные... Вот, я хотел спросить, как раз, да. Да, я всегда сравниваю данные, есть там такая улица или нет, ну, или, допустим, чего-то не хватает, и тогда я это добавляю, вот. Но специально там куда-то ехать и изучать, и я таким не занимаюсь. Но есть люди, которые организовывают такие, как это, карто-встречи, выбирают район, который плохо отрисован, и там гуляют, катаются и отмечают. Но Рига вся нарисована уже, как вам кажется, или есть еще уголки какие-то? Я бы сказал, что вся, но, может быть, есть какие-то такие, да, маленькие уголки, где, как бы, качество данных немножко страдает, может быть. Ну, опять же, у нас всегда что-то строят новые, какие-то дороги новые, какие-то здания сносят, где-то что-то меняется. Это все всегда надо отслеживать и изменять. Ну, вот просто в этом смысле преимущество, то, что карта работает офлайн, если ты долго находишься в офлайне, допустим, да, человек, вот, я не знаю, скачал ее и пользуется ей два месяца, то он, конечно, может попасть на какой-то апдейт, который его карта не зафиксировала, и он, да, вот таким образом как-то может запутаться. Да, да, именно так. Поэтому, когда ты открываешь аппликацию, она обычно, ну, если у тебя есть интернет, она проверяет, насколько свежие у тебя данные и предлагает скачать обновления. А вот все-таки мне интересно, еще раз я спрашивал по поводу, насколько в Риге все это вот работает, и вы сказали, что есть участки, где могут посоветовать какие-то улицы, где можно более высокую скорость набрать. Но все-таки у нас есть отдельные велодорожки, это факт, да, известно, где они, но вот если их смотреть на них как на сеть, как и насколько они соединены, как вам кажется, насколько успешно у нас вот именно велодорожки как единый организм работают? Или у нас, ну, это опять же не секрет, что у нас вот есть велодорожка, здесь велодорожка, там, ну, а между ними тебе придется все равно ехать по каким-то тротуарам, там, в лучшем случае. Да, да, я полностью согласен, и меня как велосипедиста заядлого не устраивает ситуация в Риге с велодорожками, и, да, и то, как они развиты, и как их настроят. Например, вот я знаю, в велогруппе, где я общаюсь, многие очень хотели бы видеть велодорожку Иммонта-Балдарай, чтобы ездить на море. Вот, и какой-то там был уже проект подготовлен, что ее будут строить, и в итоге там все заморозилось, остановилось и так далее. Но в этом году вот начали почему-то строить велодорожку Бабита-Имонта. Ну, там два с половиной километра, это даже маленькая, да, но это все быстро произошло, вот они там захотели, и уже все, она уже, я на прошлой неделе там проезжал, там уже во всю кипи строительство, мне кажется, скоро уже даже будет открыто. Ну да, Балдарай поехать можно сейчас только по такому шоссе, по которому третий автобус, да, ходит вдоль полей, и это, да, это действительно очень страшная вообще дорога, там и на машине, это не всегда приятно ездить на велосипеде, это вообще невероятно. Ну да, а вот в Риге предпринимаются еще попытки, тоже немножко такая уже отвлеченная тема, какие-то устраивать велоэкскурсии, да, не только из точки А в точку Б добираться, а чтобы ты поехал на велосипеде по маршруту и заодно захватил какие-то достопримечательности. И не только это такой глянцевый туристический центр, а можно и на окраинах. Вот как вам кажется тоже и перспективы, и все такое, и потенциал такого рода историй? Ну, наверное, для туристов это было бы интересно, может быть, для тех, кто плохо знает Ригу так же, но вот как бы я много катаюсь, поэтому, мне кажется, у меня таких уже уголков почти нету, и я наоборот, для меня проблема найти что-то новое, куда поехать, что посмотреть. Но когда ты велосипедист и сам катаешься, ты готов к каким-то еще экстремальным вещам, а, наверное, нужны какие-то маршруты такие более... Репрезентативные, да, вот Олег, вам как кажется в этом смысле? Рига спокойная. Вообще Рига, если брать по транспорту, по трафику, она очень спокойненькая такая, и веломаршруты, такие по маскачке людей катают. В бручатке? Да, у нас очень маскачка, она очень романтичная, такой маскачки больше нигде нет, ну, маскачку, за этими Манголи катают людей, ну, тут же Балдыраю катают людей, и в Юрмова катают людей, как экскурсанты. В Юрмова у нас самая классическая веломаршрута. Очень много таких тем, и есть такие компании, которые это делают, но сейчас в связи с сезоном туристический у нас слабенький, сейчас, да, этого у нас, ну, таких нету. Вы говорили про велодорожки, вы знаете, у нас проблема в Риге, а вот сейчас как раз велосипедисты, выборы, да, и нам, и на передачах, и нам велосипедистам нужно объединиться, объединиться и заставить Рижскую Думу на 4 года поставить, создать штатные единицы, 2-3 штатные единицы, которые занимаются постоянно велотранспортом. Ой, ну 2-3 это, конечно. Постоянно, вы понимаете, проблема в чем, они берут на работу человека на проект на полгода, человек хороший, он прорабатывает полгода, они его увольняют или ставят на другое место, и все эти проекты замирают, они просто, ну, куда-то уходят, приходят новые человеки, надо начинать все заново, и нету 5-15, ибо, да, ну, что вот. Поэтому это первая задача, это первая задача, которую надо поставить перед велосипедистом, надо поставить перед депутатом. Хватит издеваться, да, должен быть человек, который отвечает за велотранспорта. Вот сейчас на Краста ожидается очень качественная велодорожка, кстати, при содействии активистов, я так понимаю, что сумели добиться того, чтобы она была, вот, по-настоящему такой нидерландский стиль, когда велодорожка абсолютно отдельно, на другом уровне от пешеходов, с правильной разметкой, вот, ждем на улице Краста такую дорожку. Да, а еще я хотел спросить, вот сейчас главная такая урбан-тема Риги этого сезона, это пешеходная улица Тербатес, ну, там о велосипедистах говорить особо не приходится, во-первых, она с не очень приятным покрытием, во-вторых, она все-таки пешеходная, в первую очередь. Но на этих выходных там была возможность, ЦСДД предоставила возможность зарегистрировать велосипед, да, ну, там, ты платишь за вот эту наклейку, по-моему, все вместе там около 4 евро. Насколько это важно, регистрировать свой велосипед в ЦСДД, что можно сказать? Мне кажется, там 4 евро, евро 50 было. Там ты платишь за наклейку и за вот эту пошлину самой вместе, по-моему, получается, ну, в общем, буквально это небольшие деньги. Небольшие деньги, ну, конечно, потому что основная проблема здесь какая, если ваш велик случайно, случайно, если, например, я говорю, случайно, по-честному, я говорю, случайно, если у воров есть обычно шмоны, но это там, где они держат свои воровные вещи, и когда они нафиг не стирают, потому что обычно велики воруют наркоманы, и такая команда слабенькая, и когда есть наклейка, они сразу могут определить владельца, сразу на него выйти, сразу его вызвать, да, и оперативно, как бы, ну, потому что найти этого вора и свести его с владельцем, чтобы навести уголовное дело. Если нет владельца, нельзя навести уголовное дело. Практически это помощь полиции, но это не гарантия, что вам этот велик, ну, то, что… Это первая тема, это так очень неясно. Вторая тема, если вор такой, немножко с мозгами, тогда он понимает, что если эта наклейка есть, вдруг его кто-то спросит, чей это велик, да, он будет кричать, что это велик его, но по наклейке определяют, что не его. И эта регистрация еще дает то, что даже если он наклейку снимет, снимет наклейку, то данные, второй вариант, ему нужно стирать номер рамы. А это такая работа серьезная, чтобы стереть номер рамы, там надо иметь специальные инструменты, навык надо иметь. И это, опять же, усложняет задачу для вора, а для полиции найти легче, потому что если по номеру рамы вы тоже можете определить владельца. Вам не определить владельца, да. Это основная система, чтобы облегчить работу полиции. Хорошо, завершая вот уже про OpenStreetMap, тогда, Марат, расскажите, вы как программист, ожидается, ну какие там постоянно же обновления какие-то ожидаются, или может быть какие-то совсем прорывы в этой программе, в этом приложении. Какие вообще планы OpenStreetMap на будущее ближайшее? Да, я как бы просто участник этого проекта, как бы я не скажу за весь. Но вы осведомлен. Я стараюсь следить за новостями последними, но последние новости были такие, что в июне, по-моему, или в июле есть такой сервис Mapillary, называется аналог Google Street View, где ты фотографируешь улицы, и потом эти данные можешь использовать в OpenStreetMap. Он уже существует несколько лет, и вот этим летом его купил Facebook, и я думаю, они будут это развивать направление, чтобы улучшать данные, карты и так далее. И также у Facebook есть дополнительные тоже свои какие-то инструменты, они помогают в проекту OpenStreetMap, и, допустим, по снимкам со спутника, они там как-то своими алгоритмами анализируют на них дома, улицы и так далее, и как бы делают такой черновик данных. И потом ты можешь уже как редактор зайти, скачать его, посмотреть, что там как, отредактировать его, и потом эти данные уже загрузить в основную базу данных. Но эти фотографии, вот как Google View тот же, они доступны в городе в первую очередь, да? Там понятно, что в лес никто фотографировать не будет, проселочные дороги. Я иногда фотографирую. Да, все-таки, нет, нет, действительно. Но Mapillary позволяет любому, так же, как вот редактировать карты, так же в любом и загружать фото со своей поездки, да, и я этим иногда занимаюсь. То есть, особенно в таких, да, местах, где машина, там, Street View, Google не приезжала. А в чем может помочь фотография? Ну, то есть, если ты уже видишь, как мы сказали, рельеф, перепад высоты, там, что-то еще, что это тебе может дать? Какие-то объекты можно отметить, дополнительные знаки дорожные. Потом снимки могут сильно отличаться от того, что они были уже какие-то несвежие. А в реальности, вот сейчас ты проехал, там все по-другому. Также, кроме фотографий, есть, допустим, нравится слой бесплатных данных, предоставляет Латвия с Валсмежи, где рельеф видно. И ты по рельефу тоже можешь угадать, где проходит дорога конкретно. Ну что ж, спасибо вам большое. Да, Марат Кашоев и Олег Столяров были у нас сегодня в гостях. Всех призываем ездить на велосипеде. На этой неделе очень хорошая погода, кстати. Спасибо. Спасибо всем, кто участвовал в Утренном Болткоме. Всем хорошего дня. И слушайте нас, не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok